Необычное облако засняли в Турции несколько месяцев назад. Это облако было странной формой и в лучах заката имело темный красный цвет. Некоторые люди испугались, приняв данное явление предзнаменовением чего-то плохого. Однако это всего лишь облако необычной формы и игра солнечного света. А это жуткое облако наблюдали в Родайленде, США. Оно накатывало широкой полосой и быстро приближалось, хотя ничего страшного с собой не принесло, не было даже дождя. Через несколько минут облако уже потеряло свою форму и интерес у очевидцев к нему пропал. Похожее облако можно видеть на этих кадрах. Оно образовалось над океаном и двигалось в сторону берега. В Канзасе на камеру попала редкая восходящая молния. Это наверное самый локальный дождь, который только можно себе представить, если это конечно не монтаж. На этих кадрах можно наблюдать мурмурацию — явление скоординированного полета огромных стай птиц, образующих различные объемные фигуры. Выглядит это потрясающе. Вот эта стая в какой-то момент выстроилась в форме большой птицы. Это редкое природное явление — вращающийся ледяной диск. Ледяной круг, образующийся на водной поверхности, всегда имеет идеальную круглую форму. Вращение льдина осуществляется благодаря вихревому течению, возникающему на реке или на озере. Такие круги часто наблюдаются в Англии, в Канаде, России и Германии. Тут заснят удивительный феномен, который автор назвал «дыханием земли». А всё из-за штормового ветра, который воздействует на деревья, и из-за рыхлого грунта возникает такой эффект. Выглядит это действительно впечатляюще. Кто знает, как объяснить это явление? Напишите в комментариях. А здесь можно видеть так называемые грязевые вулканы. Они располагаются вблизи с нефтегазовыми месторождениями. Из таких вулканов на поверхность земли извергаются грязевые массы и газы с характерными пузырями. Особенно много таких вулканов в западном Туркменистане, Сахалине, в Новой Зеландии и Азербайджане. Человек идёт по пляжу, и за ним остаётся свечащийся след. Что за магия такая? Это биолюминесцентные водоросли. Это группа крошечных морских организмов, которые могут создавать свечение в темноте. Свечение водорослей на самом деле является естественным защитным механизмом. Световые вспышки возникают, когда среда обитания водорослей нарушается. Это выглядит как настоящее волшебство. А это было снято в Канаде, на озере Виннипег. Это явление называется ледяное цунами. Лёд медленно вытесняется из воды на сушу, и его никак не остановить. Обрушение ледника выглядит впечатляюще. Огромная масса льда падает в воду, и из-за того, что центр тяжести смещается, отколовшийся кусок переворачивается и всплывает из-под воды. Здесь можно наблюдать такое же событие. Этот ледник на самом деле огромный, хоть и на видео выглядит небольшим. И после обрушения он тоже переворачивается. Только посмотрите, какие глыбы скрываются под водой. Правильно говорят, что на поверхности мы видим лишь малую часть айсбергов и ледников. Это дерево горит изнутри после попадания мощного разряда молний. В Гватемале туристы были в горах, когда заметили пылевой вихрь, который сразу же стали снимать. Но вместе с вихрем им удалось запечатлеть ещё кое-что. На заднем фоне проснулся вулкан, и началось извержение. На этом всё. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Впереди ещё много интересных выпусков. А я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!